Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков потребовал ответа от руководителей предприятий, поставляющих электроэнергию города-району и внесших в их рабочий график последние дни бесконечную череду отключений. Просто невозможно работать, когда постоянно идут отключения света. Мы сегодня с вами говорим о том, что курорт должен развиваться. Мы должны вот так делать, мы должны обогнать Турцию, к нам должны ехать. Ну простите меня, я же не в состоянии, я же не на рубильнике сижу. У меня в день тысяча звонков происходит, постоянно мы говорим о том, что у нас нет света. Мы живем в 21 веке. Ну так не может просто дальше быть. Подтверждение Юрий Поляков привел цифр продолжительности отключений. Они вопиющие. Замдиректора филиала НЭСК электросети Левлаухин объяснял ситуацию. Чем обусловлена, опять повторяю, длительность? Поиск места повреждения занимает час-два. Раскопка – час. Вырезание, значит, поврежденного места кабеля и изготовление вставки с двумя муфтами. Каждая муфта делается три часа. Два кабельщика делают три часа. За счет этого происходит, ну вот такие вот длительные отключения бывают до десяти часов. Исполняющий обязанности главы города рекомендовал энергетикам жестче реагировать на нарушителей энергопотребления. Тот, который оплатил в бюджет, который выиграл торги, у него от нас есть письмо к вам с адресами, что надо подключить. Остальные все просто обрежьте им все. Пойдите обрежьте. Никто же не идет, не обрезает ничего. Еще одна серьезная претензия Юрия Полякова – людей не уведомляют о плановых отключениях. Такой график необходимо обнародовать заранее. И на период курортного сезона плановые работы свести к минимуму. Начальник Анапского участка ПАО «Кубанинерго» Максим Снимщиков сообщил, что предприятие ведет реконструкцию подстанции «Пионерская», которая значительно улучшит ситуацию с электроснабжением курорта. В данное время ситуация на сетях была осложнена очень жаркой погодой и перезагрузкой линий. Свои вопросы представителям предприятий задавали и координаторы ТОСов. Спектр был их довольно широк – от завышенных платежей за ОДН до находящихся в аварийном состоянии столбов электроопор. Энергетики записали контактные телефоны общественников и обещали разобраться по каждому вопросу.